Я за 7 часов здесь сижу, чтобы ехать на 10-10, сесть с ребенком, а иначе никак. Для того, чтобы сесть в автобус 105 и 107, нужно заранее занять очередь. Поэтому многие садоводы приходят на остановку на час, а то и на три раньше. Такую идею предложили активные пенсионеры, ведь другого выхода люди просто не видят. Мы очередь занимаемся, чтобы зайти в автобус, а не толкаться, как раньше было. Люди аж падали. Я пришла первая, значит, я первая за мной пришла, вторая. Вот все по очереди, мы не лезем, нам первую дверь открывают. А на следующей остановке, вот детская поликлиника, там уже набиваются люди, вот не то что, а вот как селедка в бочке. Как утверждают дачники, сейчас закон в автобусах один – кто успел, тот и сел. Мало того, кроме садоводов, на эти же рейсы садятся подростки, которые едут на карьеры. Поэтому в жаркие дни ситуация особенно критична. Мы недостойны сидя проехать. Всегда стоят полные, полные, полные автобусы. А трудо вообще невозможно. Человек наработался и возвращается, стоя на ногах. Садоводы уже неоднократно обращались к чиновникам с просьбой решить их проблему и вернуть несколько рейсов, как было раньше. Однако пока что все без изменений. Дополнительные автобусы никто не выделил. Писали наши председатели, садоводцы, писали, обращались вроде администрацию, транспортный отдел. Но пока вы. По словам бейчан, автоперевозчики специально сократили количество рейсов для того, чтобы заработать больше денег. А страдают в итоге люди. А вот водители автобусов заявляют, что дело не в этом. А в том, что не хватает тех, кто бы смог сесть за руль пазика. Водителей не хватает. Водителей вообще катастрофа. И причем, я даже не знаю, в основном больные все водители уже с инфарктами катаются. А почему вот такая ситуация, как считаете? Ну, ситуация, ну, я не знаю. Ну, наверное, работаем-то поскольку. Где-то с 4 утра встаешь, до 12, наверное. А уже совсем скоро сезон сбора урожая. И, по словам бейчан, в автобусах станет еще теснее. Поэтому люди уже сейчас морально готовятся подвинуться еще ближе друг к другу. Но все же они надеются, что местные власти их все-таки услышат и что-нибудь предпримут. Субтитры создавал DimaTorzok